Вы хорошо знаете Майнкрафт? Возможно, нет. Майнкрафт действительно большая игра и я готов поспорить. В нем есть множество вещей, о которых вы никогда не слышали. Итак, вот вам 26 вещей в Майнкрафте, о которых вы, возможно, не знали. Давайте начнем. Надеюсь, вам будет интересно. Номер первый. Краса на шифте может быть полезна не только для того, чтобы не упасть с края блока. Эту способность, как ни странно, также можно использовать по ее прямому назначению. Если вы крадетесь, то радиус зрения мобов меньше на 20%. К примеру, криперы обычно замечают игрока на расстоянии 16 блоков. А если игрок крадется, то это расстояние сокращается до 12 блоков. В общем, крадитесь, чтобы вас было сложнее заметить. Номер два. Но зачем красться, если можно использовать головы мобов? Вы наверняка в курсе, что если заряженный крипер взорвется вместе с другими мобов, то моб при этом дропнет свою голову. Но многие не знают, что если эту голову надеть, то мобы будут обращать на вас внимание лишь с половины обычной дистанции обнаружения. Например, надев голову или череп. Скелеты именно? То вместо 16 блоков он обратит на вас внимание лишь с 8. Стоп, вопрос. Только скелетов, если голова скелета? Нет, разных. Разных. Ну, в смысле, к зомби подходят или к зомби головой? Да. Да, а если скелет у зомби головой? Не знаю. Вот в чем вопрос, я хотел узнать. Интересная особенность. Превращающая декоративный предмет в действительно полезную вещь. Номер третий. Даже если вы новичок в Майнкрафте, и все, про что я вам рассказываю, вы не слышали раньше, я уверен, что вы в любом случае знаете главное правило игры. Не копать под себя. Вы обязательно уйдете в лаву, провалитесь в глубокую пещеру и все в таком духе. Или нет? Если разобраться в том, как генерируется мир игры, то окажется, что копать вниз довольно безопасно. На самом деле, в 64% случаев вы ничего такого не встретите и докопаете до бедро. А шанс наткнуться на лаву всего лишь 6%. Ну, все-таки есть. А, 6% на лаву. Ну, все-таки он есть. А остальные все какие могут быть плохие вещи? Ну, там, вода. Пропасть какая-нибудь, вода, это безопасно. Пустота, пещера. Ну, если упадешь, разобьешься, то это тоже плохо. Но даже так можно обезопасить себя, нося с собой ведро воды. Так что, когда в следующий раз будете копать вниз, можете забыть про самое главное правило игры. Ничего страшного не произойдет. Только ведро воды с собой берите. Наверное. И успеем еще. Четвертый. Вы можете находить алмазы при помощи лазурита. Лазурит – одна из самых бесполезных руд. Разве что в зачаровании может пригодиться. Но так было раньше. В новых версиях Майнкрафта, если вы наткнулись на блок лазурита, отойдите от него 4 блока на север. Или же по оси Z. И копайте вниз. Поздравляю, вы нашли алмазы. Реально? Да ладно. Если вы играете на... Я теперь хочу это проверить. Я бы такое было, я бы знал, я бы по алмазу находил. Я хочу... Отойти влево, а потом... Нет, он сказал, вниз 4 блока. Да. Я хочу теперь проверить очень сильно. Нифига себе. Я хочу проверить, потому что я часто натыкалась на лазурит. Ну да. Получается, рядом всегда это было время алмазы? Ну да. Это не байт, похоже? Я чувствовал, что если здесь дорогой камень, то где-нибудь будет алмаз рядом. Ну, не обязательно. Слушайте, я себя чувствую, как будто сейчас байтят, как, не знаю, там, сделаю вот тот-то-то, там, не знаю, намажешь зубной пастой себе жопу, чтобы эту свечку Винкс. Короче, кто профит, кто знает. Это правда или нет? Ну, думаю, что звучит как-то прям сильно фантастически круто. Правда, проверьте. Если у вас лаги даже в одиночном мире, то этот факт для вас. Должно быть, вы замечали, что иногда, когда сервер слишком сильно лагает, то довольно сложно что-нибудь съесть. На это может уйти слишком много времени. Ну, ничего страшного. Да, еда лагает вместе с сервером, но только не торты. Из-за того, что поедание торта отличается от другой еды, вы можете быстро перекусить им и восстановить сытость, не обращая внимания на лаги. Если вы играете на каком-нибудь лагучем сервере типа 2b2t, то возьмите себе на заметку. Номер 6. Если вы играете в Майнкрафт достаточно давно, то скорее всего знаете про эту вещь. Но она слишком хороша, чтобы не рассказать о ней. Раньше, когда у нас не было песка, душ и водяных лифтов, мы использовали стекло. Но не для того, чтобы перемещаться самим, а для перемещения предметов. Если поставить раздатчик под стеклянным столбом, то он будет выбрасывать предметы вверх очень интересным способом. Ты видела это? Можно буквально наблюдать, как предметы выталкиваются через каждый блок до самого верха. Какая-то интерактивная штука, которую можно создать без особого зерочек и трат ресурсов. Номер 7. Если вам доводилось строить что-нибудь где-нибудь наверху, то скорее всего вам была нужна какая-нибудь лестница, чтобы легко выниматься и искусствоваться. Есть способ создать ее без трат и кучи ресурсов. Все, что вам понадобится, это факел. Для удобства возьмите факел в одну руку, а блок в другую. Устанавливаете его на первый блок лестницы и уже сбоку факела устанавливаете следующий блок. Ломаете факел, повторяете все заново. Получается такая же лестница, как и обычно, но требуется А мне кажется, проще бамбук нарастить и леса сделать строительные. Я обычно делаю вот так же, да, просто ломают эти штучки. А я использую строительные леса. Ну, типа они же удобные, гораздо такие мягенькие, хорошие. Но очень полезный трюк. Номер 8. Существует гораздо более удобный способ сортировки инвентаря, чем обычно, и большинство игроков про него даже никогда не слышали. Допустим, вы строите дом в креативе и хотите его украсить, и ищете, например, цветы. Тюльпаны отдельно, васильки отдельно и розы отдельно. Не очень-то удобно. Здесь нам на помощь приходят хэштеги. Хэштег флауэр и перед нами все цветы. Хэштег рыбы и перед нами все рыбы. Прикольно, через хэштег все нужно писать. Хэштег пиглин. А если без него, то нет. И так далее. В общем, оставлю ссылку на теги в описании. Прикольно, прикольно, мне нравится, хорошо. Одно из самых распространенных заблуждений в Майнкрафте это то, что размещение факела на спавнере отключает его. Это не совсем так. В игре нет определенного правила, гласящего, что факел отключает спавнер. Все дело в уровнях освещения. Просто так совпало, что факела на спавнере как раз достаточно для того, чтобы создать вокруг уровень освещения, при котором спавнер перестает работать. Если вы оставите факел, но не дадите ему освещать пространство вокруг, то обнаружите, что мобы продолжают спавниться. Так как вокруг достаточно темно. Это означает, что вы можете использовать и другие достаточно мощные источники освещения, чтобы отключить спавнер. Хотя, конечно, поставить факелы проще всего. Но они не сработают на спавнерах эфритов и чешуйниц. Их света будет недостаточно. Вместо этого можно использовать светокамень или какой-нибудь другой мощный источник, расставив свет вот таким вот образом. Номер 10. Котлы в Майнкрафте работают достаточно криво. Эндермен, который обычно получает урон от воды и старается ее избегать, и можно чувствовать себя в котле с водой. Точно так же, как в Бедрок и предыдущих Джава-версиях Майнкрафта, мобы, имеющие сопротивление огню, получали урон в котлах с лавой. В конце концов, можно сгореть в лаве прямо под водой. Игра не обращает никакого внимания на открытый контейнер с лавой посреди дна океана, что позволяет сгореть и утонуть одновременно. Не очень-то полезная особенность игры, но она... Номер 11. Удочки нужны не только для ловли рыбы. Ими также можно подцепить множество других вещей. Например, фаерболы гастов или снаряды шалкеров. Если постараться, можно даже... Ой, мы с тобой смотрели Алана Беккера, они там удочками что только не вытворяют. Они там друг друга цепляются, все на свете. Значит, на удочку можно повесить морковку и кататься на... Швинке. Кто там? На ос... На ос... На ос... Лавомерке. Лавомерке явно не морковка, Вадим. Я думаю, лавомерка что-то другое окушает. Ну да, но я думаю, что все знают про удочку и лавомерку, это не открытие. Таким образом задавать себе направление полета. Кроме того, удочка цепляется за наковальни, активированы динамит и падающие блоки, типа гравия, песка и даже драконьего яйца. Наверное, вы сможете придумать, где это можно использовать. Номер 12. Взрывы в Майнкрафте, это здорово. Пока к вам не подкрадется крипер и не взорвет только что построенный дом. Это вот же зам. А, прикольно. Полублоки прочнее, чем просто блоки. Смотри. Смотри, здесь, да? Ну это, наверное, сложнее строить. Нет? Смотри, хорошо. Это не только поможет сэкономить ресурсы, но и в какой-то степени защитит от атак криперам. Разница прям ингридная. Номер 13. Как вы крафтите топор? С левой стороны верстака или с правой? Не, я на книжку нажимаю. Автоматически. Я, скорее всего, использую левую сторону. Я так никогда не делал. С левой стороны для крафта топора может вызвать разногласия. Но, думаю, все согласятся, что книга крафтится вот так. Если вы думали так же, то добро пожаловать в клуб. Или я один был не в курсе, что можно просто выкинуть на верстак кожу и бумагу случайным образом и получить книгу. Оказывается, я могу скрафтить книгу. Я просто нажимала на рецепты. Ну, типа, главное количество чего? Странички кожи. А, они, типа, делали как топор по форме. Понимаешь? Да, я, в принципе, про это не пользуюсь. Я обычно пользуюсь готовыми стандартными книжечку. Это же дольше. Проще всего нажать, сразу выбрать топор и все. Ну да. Эти крафты наверняка чувствуют, что здесь происходит что-то неправильное. То же самое и со свекольным супом. Выложить свеклу вокруг тарелки и получить суп это что-то неестественное, но оно работает. Номер четырнадцатый. Когда Аксолотли добавили в игру, многие захотели использовать их в качестве питомца. А теперь представьте, что вы нашли себе одного, поймали, но у вас нет бирки, чтобы дать ему имя, дабы Аксолотль не исчез. Но ничего страшного. Если поймать его в ведро и переменовать это ведро на наковальне, то Аксолотль, как и любое другое пойманное в ведро существо, сохранит это имя. Да? Без бирки? Прикольно. Круто, это легко. Хотя наковальню найти сложно сделать. Но и довольно раздражительны. И бирку тоже. Бирку позже. Закончился, но вы не можете найти последнего противника. И это можно исправить. Если вы ударите в деревенский колокол, то все разбойники в радиусе сорока восьми блоков получат временный эффект свечения. Даже если противник застрял где-нибудь в пираме, то найти его не состоит. Потому что я помню, у нас на сервере был рейд. И тоже никто не мог найти там какого-то последнего разбойника или что-то еще. А прикинь, оказывается, как надо было сделать. Да, по-моему, этот рейд испортил мне ферму. Да? А тебя жители, походу, всех убили. Убили жителей. А ты так долго строил? Расстроился тогда, да. Да, тут никакого труда. Было дело. Скорее всего, вы никогда не обращали на это внимания. Но скелеты спавнятся с разной ведущей рукой. 11% всех скелетов левши. Столько же, как и процент левшей среди людей в реальной жизни. Я тут вообще никогда не обращала. Классная, но бесполезная деталь. В любом случае, теперь вы ее тоже знаете. Номер 17. Скелет левша. В новых версиях Майнкрафта на экране задрузки отображается квадрат с интересной, но в то же время бессмысленной разноцветной анимацией. Вот только все эти пиксели не бессмысленные. Каждый цвет отображает разные части процесса загрузки, что позволяет понять, на каком этапе налетает игра или слишком долго подгружается карта. Весь квадрат – это площадь в мире размером 43 на 43 чанка. Каждый пиксель – это отдельный чанк. Цвет отображает статус чанка. Черный – это пустота или просто незагруженная область. Серые – структуры, зеленые – биомы, коричневая – поверхность, темно-серые пещеры и шахты, синие – жидкости, светло-зеленые – всяческие особенности территории, а белые – полностью загруженные. Вот полный список всех цветов и их обозначений, если кому интересно. Номер восемнадцатый. Если вы играете в Майнкрафт на Windows, то можете использовать разнообразные символы на табличках и в чате. Зажмите левый альт и наберите код символа на нумпаде. Например, альт и единица – это смайлик. Наверняка то же самое можно сделать на макоэс. А, Джим, добавили новое. Сейчас мы же добавили смайлики прям. Поддержку, да, какие-то смайликов. Названия предметов имеют различные цвета, но знаете ли вы, какой цвет что обозначает? Майнкрафт разделяет предметы по уровню редкости. Обычный, необычный, редкий, эпический и зловещий. А, оранжевый самый крутой. Последний уровень нужен для зловещего флага. Единственное, на данный момент предметы в игре с оранжевым названием. Необычный уровень в основном используется для обозначения сокровищ. Головы мобов, тотемы и прочее. Редкости – это дропсбоссов, маяки и кристаллы края. Эпически – это драконье яйцо. А также некоторые предметы, доступные в креативе. Командные блоки, структурные блоки и так далее. Ну и обычные предметы – это всё остальное. Обозначаются белым цветом. Номер двадцатый. Цветочный горшок, как ни странно, отлично подходит для того, чтобы размещать в нём растения. От цветка до миниатюрного кактуса. Но интересная осудность, которую вы, скорее всего, не замечали, заключается в том, что цветок в горшке вращается. С этого угла видно, что у ландыша два листка, и он относительно объёмный. Но, обойдя его с другой стороны, обнаруживается, что цветок зачем-то повернулся. Смотри, он сейчас, смотри, охотишь? И снова, ты понял? Иллюзия. Слушай, добавили в Ардену страшного. Номер двадцать второй. К слову, о негативных эмоциях. В какой-то момент полярных медведей хотели убрать из игры за то, что они слишком грустные. Если быть точнее, то во время разработки Биллайзера был временно отключён спаун медведей. Дело в том, что одна из разработчиц чувствовала грусть, видя, как медведи спавнятся на случайных ледяных чанках без возможности уйти куда-либо. Но, в итоге, спавн медведей снова включили. Ведь, как бы это ни было грустно, такое случается Ты никогда не встречала Билла Медведя. Я встречал. Номер двадцать третий. В Майндарте есть множество пресетов для генерации мира. Например, водный мир, мир с высокими горами и так далее. Но я хочу рассказать вам о мире пустоты. Создав мир с таким пресетом, вы спавались посреди каменной платформы. И тут есть одна особенность, о которой вы точно не Какой-то камень в центре странный. Хотя, скорее всего, никогда и не хотели бы узнать. Эта платформа находится не в центре мира. Почему нельзя было сделать ее центр на нулевых координатах? Без понятия. Вместо этого центр находится на координатах 8-8. Именно 8-8. Да. Номер двадцать четвертый. Скрещивание мобов – обычное дело в Майнкрафте. Но что, если попытаться скрестить мобов двух разных видов? Ну, ничего не получится, верно? Нет. Покормив лошадь и осла… Получится этот… А, ослоложь. Нет, у него есть слово. Мул или как он там называется. Да? Да, это же в реальной жизни так же точно. Делают таких вот метисов. Слотыми яблоками или морковью вы получите мула. Этот моб имеет характеристики как от лошади, так и от осла. Ну, он пряменький. Он справится естественным путем. Он может переносить сундук, сохраняя при этом скорость лошади. В общем, полезный моб. Прикольно. Номер двадцать пятый. Ламы сами по себе выглядят довольно мило, но их… Слушай, а реально, он же здесь переносит сундуки, тем более два. Полезно. Ты же можешь столько имущества напихать в сундуки. Да, классно вообще. И еще он быстрый. Багажник в машине. Офигенно. У меня никогда не было мула в Майнкрафте. Шнелит можно разнообразить при помощи ковров. Мало игроков знает про это или, скорее, просто не задумывается. Но ламы действительно могут носить ковры. Причем каждый ковер имеет уникальный дизайн. В следующий раз, как заведете ламу, поэкспериментируйте с ее внешним видом. Блин, ламу сложно, надо торговцев. Если вы присмотритесь повнимательнее к ячейкам предметов, то увидите, что каждая ячейка использует полупрозрачную текстуру песка. Еще одна вещь у всех на виду, на которую обычно просто не обращают внимания. А, да, видишь, она текстурная. Это было 26 секретов Майнкрафта, которые вы могли не знать. Я, походу, ничего не знала. Да, ничего не знала. Только что по себя нельзя копать знала. Это все, что я знала. Ну, как бы, видишь, он говорит, типа, это миф, что нельзя копать. На самом деле, как бы, нельзя все-таки. Нет, ну как, ты можешь, но, типа, все равно с вероятностью... Вероятность есть. У меня сейчас самое, знаешь, какая интересная. Проверить, есть ли алмазы? Лазурит и алмазы. Конечно, это прям вообще роскошный факт. Мне кажется, если так, на самом деле, работает, прям офигенно. Я когда играл, кто-то мне говорил, что, типа, если вот ты нашел... Рядом лазурит, значит, где-то близко алмазы. Либо там Эрдстоун, то тоже где-то может быть. Нет, про Эрдстоун не слышала. Просто про лазурит. Я помню, Эрдстоуна тоже кучу копала. Нахожу такая, думаю, ну сейчас что-то будет богатое. Не, ни хрена нету богатого. Может, конечно, не ту сторону копало. Ну, понимаю, да. В общем, и такая получилась реакция. Спасибо, что за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор. А-лах, olive. Олах. Я. Олех. Неплохо. В�� всем. Неплохо.